Добрый день! Этот выпуск нашего навигатора мы решили посвятить зрелищам. На улице холодно и прогноз на грядущие выходные морозно-неутешительный. Поэтому субботу и воскресенье советуем провести в хорошо отапливаемых помещениях, концертных залах, выставочных площадках и кинотеатрах. Благо, афиша позволяет и есть из чего выбрать. Теперь обо всем по порядку и поподробнее. В репертуаре кинотеатров города с десяток лент даже на самый взыскательный вкус. Есть анимационные фильмы для семейного просмотра, ужасы для любителей пощекотать себе нервы и комедии с юмором на грани. Грядущие выходные последние, когда можно познакомиться с лентой отечественного производства, патриотичным фильмом «Движение вверх». Кстати, он бьет все рекорды проката, в том числе и по кассовым сборам. В залах, в которых показывают фильм, всегда аншлаг. Так чем же он так нравится зрителям? Спортивная драма уже преодолела 2 миллиарда рублей сборов, побив все рекорды и став самой кассовой лентой в истории российского кинопроката. Держать дэм, чтобы на площадке не думать, а делать. И делать очень быстро. Повет естественное состояние баскетболиста. В основе фильма – книга советского баскетболиста Сергея Белова, посвященная 30-летию Олимпиады 1980 года в Москве. Я считаю, что кино очень хорошее, ну, конечно, трогательное, стоит посмотреть всем. Мне понравилось. Несмотря на отзывы, которые я слышала о том, что там жены против, сам по себе фильм мне понравился. Я считаю, что это кино посмотреть нужно всем. И публика, и прокат показывают, что это достаточно разных возрастов, и дети, и взрослые. И, в общем, очень много людей желают посмотреть. Даже я смотрела в нашем зале, полный зал был, и даже представные стульки стояли. То есть ажиотаж очень такой, что не постает удивлять. Любителям глубокого кино понравится британская лента о Уинстоне Черчилле «Темные времена». Фильм расскажет о туманном Альбионе во времена расцвета нацизма. Для более глубокого такого просмотра подойдут фильмы «Номинанты на золотой глобус» и «Грядущий Оскар». Это «Форма воды» и «Темные времена». Эти фильмы уже набрали очень много призов на различных фестивалях. Естественно, их можно посмотреть у нас на ограниченном количестве сеансов. С 26 по 28 января в Иванове впервые пройдет фестиваль немецкой культуры. На различных городских площадках выступят приглашенные артисты из Петрозаводска, Коломны, Санкт-Петербурга и Рязани. Гала-концерт запланирован на 27 января и пройдет он в 16.00 в Доме национальностей. Любителям культурного отдыха точно понравится. Это и песни, и танцы, и будет в том числе классическое исполнение, дуэтное. Сопрано к нам приезжает из Коломны под аккомпанементы. И в том числе будет живая музыка, то есть не под фонограмму. То есть тот же Петрозаводский коллектив, у них есть свой музыкальный коллектив, который им играет во время исполнения. 28 января театр драмы приглашает ивановцев посмотреть теплую и веселую комедию о жизни одесситов. Несколько поколений людей, вот главные герои постановки, они рождаются, взрослеют и живут плечом к плечу к друг другу. Погружение в атмосферу начнется еще в фойе театра. Зрители ждет живая музыка и танцы под песни Леонида Утесова. А в соседнем музыкальном театре разыгрывается драматическое шоу. Кастинг или белый танец для любимой актрисы. Пьеса «Монолог» расскажет о творческих переживаниях, первых шагах на сцене, взлетах и падениях. Постановка о страстях человеческих придется по вкусу и людям, которые завсегдатые в театре, и тем, кто приходит сюда изредка. 27 января в цирке состоится премьера шоу «Гиппопотамус». В программе все, что понравится и маленьким, и взрослым зрителям. Выступления гимнастов, жонглеры на моноциклах, эквилибристы и огромное количество экзотических животных. Где, например, еще можно увидеть бегемотов на расстоянии вытянутой руки. Тяжеловесы на сцене выполняют сложные трюки, кувыркаются и делают пирамиду. Браво, на, не шипи, не шипи. Волна умиления захлестнет любителей хвостатых. Екатерина Запашная привезла в наш город 16 собак – лаек самоедов и далматинцев. В антракте зрители смогут познакомиться с мохнатыми артистами поближе. Далматинцы, у них очень сложно, они сосредотачиваются сложно. У них очень много активности, они гиперактивные ребята, и они не могут сосредоточиться на чем-то конкретном. То есть, допустим, если самоеда ты можешь посадить и сказать, смотри на меня, и он будет сидеть на тебя смотреть. То далматинец нет, он будет искать еще 43 точки, куда посмотреть в этот момент. Поэтому с ними, конечно, сложнее. Но за то, что-то на скорость, то, что надо молниеносно пробежать, допустим, по барьеру, вот, это их работа. Они очень любят быстро что-то выполнять. Вот и все на эти выходные. И не забудьте купить билеты. Напоминаю, вы можете отметить себя на карте культурных мероприятий региона. Поделитесь необычным селфи с концертов или мероприятий, на которые мы вас приглашали. И поставьте хэштег «Уикенд Навигатор». Автор лучшего, по мнению редакции снимка, получит приз от телекомпании РТВ Иванова «Билеты в кино». Подробности акции на наших страницах в социальных сетях. Удачных выходных. Увидимся. РТВ Иванова «Билеты в кино» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова